итак всем привет с вами снова илья и у нас сегодня очень крутые гости впрочем как всегда денис и михте грозный и томск только наоборот да команда юди в общем то вместе привет ребят привет привет илья ребята приехали очень издалека так сказать прямо вырвали их со съемок и давайте сразу начнем с вопросов а хотелось бы спросить вообще чтобы каждый из вас почери представился еще разочек рассказал о себе в двух словах да с чего все начиналось и в чего во что все переросло денис группа юди юди это аббревиатура трех имен юра денис игорь мы кстати когда орган то были в гостях он всегда прикалывался вы где букву l потеряли люди нашей команде 25 лет вот на сегодняшний день до 25 лет на у нас есть танцевальная школа она существует 15 лет у нас большой современный комфортабельный зал две с половиной тысячи квадратов огроменный спортивный инвентарь батуты для акробатики для брэк-данса все есть это благодаря нашему губернатором построил это так вкратце быстренько рассказываю построил четыре года назад после того как мы успешно выступили в англии britain's good talent на сегодняшний день у нашего видео 39 миллионов просмотров это номер иллюзия в темноте вот после этого у нас такой всплеск пошел пик стали приглашать за границу выступать и после двух лет вот после лондона прошло 2017 2018 мы в инстаграме заметили михтехана так как мы в школе работаем с детьми с ограниченными возможностями у нас школе эти дети занимаются бесплатно дети из детских домов тоже бесплатно мы уделяем этому большого внимания увидели михтехана и думаем блин сильный парень и просто где-то там в грозном в селе занимается никто его не видит не знают надо его взять в команду и дать возможность ему выступать на большой сцене ездить по миру написали списались он дал добро приехал к нам в томске теперь он основной участник команды люди я где-то 34 года да теперь чуть-чуть расскажи о себе мять ну я михтехан чего в чечне маленьком селе занимался на улице чисто летом вот там деревьях на турнике мальчишки молодые прыгают по гаражам и активно начал выкладывать видео ролики instagram и люди меня заметили вот и потом пошло да то есть у тебя когда тебя заметили у был уже определенно крутой уровень раз тебя заметили да а вот ну как это все началось то есть ты кем-то вдохновлялся за счет чего у тебя пол и появилась сила знаете еще в детстве я куда-то хотел с отцом например отец говорил давай сделай там 50 отжимания собой возьму вот я короче борьбу ходила потом у них участвовал с трех с третьего класса поможем из 4 так начал активно до 9 класс 9 класса заниматься вольной борьбой и вместо разминки там бег туда-сюда я чисто подтягивая дима не делал вот от другие там разминку делали и тренер мне говорит тебя получилось бы воркаутом заниматься вот ты турникменом хорошим будешь у тебя руки сильные плечи сильные и я очень начал у меня все получалось не сразу и некоторые элементы тяжело было некоторые там за месяц даже можно было научиться то есть сколько общей сложности занимаешься где-то 5-6 за эти 5-6 лет он установил мировой рекорд стойка в горизонте на четырех пальцах ну или правильно говорится на двух пальцах до 29 секунд да потому что там сложно было а дома я где-то 37 секунд просто я нервы можно это причем когда мы смех тихо на познакомились и он только воркаутом занимался те элементы которые вот сейчас он уже начал делать там круги и стойки на руку и черепаху это мы уже ему да мы ему сказали я с ним онлайн постоянно на связи он низкий и скидывает видео из дома я могу надевай грузила на ноги и работа игры присылай мне видео я буду смотреть ошибки подсказывать то есть у вас все тренировки проходят на онлайне ну да когда микро находится у себя дома а так когда он приезжает к нам город томск и мы готовимся к шоу все заниматься несколько месяцев по я научился круги тоже делаем да но тяжело было черепаху чуть дольше ну очень круто а мировой рекорд который ты установил он ну есть например книга рекордов гиннеса да есть еще что-то но и как честно говоря ничего не знаю кроме этот мировой рекорд считается неизвально официально приезжали в грозные официальные вот смотрите чтобы вы понимали чтобы установить мировой рекорд и должен заплатить сумму около 100 тысяч не сказали 200 300 тысяч и да а да да когда когда они мне звонили говорит мы нам поступил заявка что вы хотите мировой рекорд ставить мы говорим да вот наш участник этих а не будет будет стоить до 300 тысяч я говорю подождите на и даже они вида это оплачивается услуги приезжает официальные лица установят фиксируют выдают вам этот паспорт этого рекорда вот они в грозные прилетали но там помог рамзан ахмазович ну я по-моему даже какое-то видео видел где лично он сам награждал несколько раз до несколько раз до за руку да нет был один он михтехан с ним много раз встречался один раз он приехал на площадку спортивную открытие было а михтехана не был он с нами выступал есть видео есть видео прямо по телевизору показывает он заходит где а где этот михтехан на пальцах да 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 почему его нет это он выступает не может прикольно прикольно очень круто но вообще получается вот у команды люди вообще у вас в частности да вот выстрел этот вот этот скачок да когда пошли заказы пошел дети пошли заниматься уже в большем количестве к вам именно после выступления но самое наше первое выступление наверное успешно это минута слава 2007 год москве мы выступали после этого на стали приглашать на корпоративы ближайшие города наши сибирские иркутск красноярск кемерово барнаул новосибирск ново-кузнецк эта минута слава нам дала такой ступени мы поднялись чуть выше уже чувствовали себя такими звездами наверное 2007 год это сколько 14 лет назад после этого мы работали выступали и выпал шанс съездить на украину украина мой талант выступить после нее англия после англии германия италия израиль 2018 лос-анджелес америка america good talent кстати выступали там в кинотеатре кода где вручают премию оскар это знаменитый кинотеатр кода где оскар вручает вот мы в нем выступали так шикарно вообще просто невероятное ощущение и самое главное что мне понравилось на вот зарубежных проектах они все оплачивают сами если на наших проектах ты должен искать деньги чтобы себе оплатить проезд там проживание питания то зарубежные они все сами оплачут почему у нас этого нет не знаю михте с вами насколько часто выступает всегда есть корпоратив где например нашу визитную карточку просит станцевать это номер в темноте там михтехан не участвует в этом номере хотя тебя тоже можно там одеть в черный ты можешь также а в остальных во всех номерах он выступает с нами ездит у нас есть свое шоу шоу света и тьмы это спектакль танцевально он идет там полтора часа участвует 14 человек световик звуковик и все наши артисты мы ездим по городам россии показывают спектакль у него еще есть внутреннее название история одного человека там как раз история михтехана рассказывается как будто человек потерял надежду общество от него от него отвернулась или может быть он отвернулся от общества это каждый зритель сам додумывает вы кстати можете трейлеры посмотреть или вырезки из номеров в ю тубе можно набрать шоу света и тьмы люди там есть кусочки мы бы с удовольствием приехали в ваш город и показали это шоу я надеюсь что еще приедем мы сегодня уже эту тему поднимали так что возможно что-то да и придай вот ездим с этим шоу показываем мотивируем людей очень круто но я смотрел ты мне даже скидывал тут как-то ваш гастрольный график да ну он очень плотный а в данном случае при данной ситуации насколько сложно путешествовать и там у тебя почему я спрашиваю потому что там были заграничные страны да да вот когда пандемия началась мы успели от 2000 какой год 2019 пандемия началась 20 в 2020 пандемия началась мы успели слетать на частные мероприятия во вьетнам выступили там оттуда прилетели полетели в грозный на день города день рождения рамзан ахматовича выступали там в грозном потом прилетели и нас приглашают в германию блин пандемии все закрыто нельзя летать и нам официальный канал телевизионный немецкий позвонил у нас визового центра в томске нет у нас город небольшой рядом город новосибирск он миллионник там есть визовый центр германии они мне звонят здравствуй коллектив люди я буду один из да тут нам с германии позвонили сказали открыться вообще-то в пандемии все закрыто но нам позвонили официальные лица и представители сказали открыться и на там два часа вы приедете к нам и мы должны вам выдать визы 10 артистам все мы заказываем автобус 300 километров едем в сибирск получаем визы и летим в германию выступать на премии это спортивная премия mercedes у них есть своя учреждена такая премия для спортсменов они чествуют там ведущий был хью грант голливудский актер дэниел брюль было голливудский актер за много было знаменитостей мы с ними там встречались фотографируюсь и в 2020 выходит фильм джентльмены мы в уфе выступаем за два дня до германии и идем на этот фильм джентльмены и в германии в коридоре мы стоим и я хью гранту а я по-английски слабенько разговариваю в школе все протанцевал всю свою жизнь сейчас жалею поэтому учить их диски обязательно и встречаю хью гранта и я ему на ломаном английском говорю два дня ту с игол мы с командой смотрели фильм джентльмены он такой поворачивает удивленно подождите он еще не вышел вид как вы его смотрели мы берем у нас в россию в кинотеатрах не официально бывает иногда что дистрибьюторе раньше в делаю премьеру в россии чем за границей и он будет как вы смотрели в ягру нас в россии уже премьера была и мы ему рассказали а сейчас мы с вами стоим и фотографируемся это невероятно конечно вот благодаря нашему творчеству нашему шоу наверно до упорству вот бывают такие жизненные моменты в которые ты даже не веришь а тут блин выпадает из голливудской звездой стоишь и общаешься я еще хотел спросить в частности вот у тебя денис ты с чего начинал вообще а то есть я имею ввиду с какого вида танцев брейкинг в основе смотри мы люди юра денис игорь мы познакомились юры в детском интернате я вырос без родителей я из детского дома я учился в этом интернате познакомиться там с юра он вырос без отца с мамой и там мы с ним позову и он на клумбе сделал рандат сальто ё-моё на клумбе с цветами в карта где-то научился будет дома на диване а это был девяносто шестой девяносто седьмой год как раз в то время на российском телевидении была самая мега популярная команда это да буги крю это родоначальники брейк-данса в россии вот мы ждали передачу она один раз неделю было мы на видеокассету это записывали да и бежали до бежали в спортзал включали и учились вот так вот мы пришли брэк-данса мы пришли поздно мне было 16 17 лет я начал брэк-дансом заниматься но самое главное для себя цель мы поставили не уходить в олд-скул не уходить в соревнования по брэк-дансу а делать шоу и зарабатывать на этом деньги потому что мы понимали что у нас нет богатых родителей на но у меня вообще нет родителей которые бы мне помогли бы финансово и мы сразу стали делать акцент на шоу на хорошие костюмы и ставить и пробовать себя предлагать продавать корпоративы день города на все такие мероприятия да и ты знаешь или хочу тебе сказать сейчас на когда мы приглашаем звезд мирового уровня в нашу школу на фестивальный на ежегодный фестиваль школа танцев юге бибой джуниор бибой чика покет они все в восторге от нашего зала чика говорит я очень много колесил по миру и горит я не видел такого спорта комплекса бит в корее был и у вас вот два мне запомнилось место будет в россию важал и корее ведь и очень правильно ребят гид вы делаете что вы делаете акцент на зарабатывание денег потому что не боем как таково говорит ты можешь заниматься всю жизнь ездить на соревнования тратить свои деньги ты можешь не выбиться их тысячи выбиваются единицы ведь ну а потом приходит года когда ты уже физически не можешь а что делать дальше как жить на а вы сразу правильным путем пошли и ну мы не капельки не сомневались там в своей сфере которую выбрали и на сегодняшний день у нас летний лагерь юге новогодние сказки юге мы ставим записываем треки клипы песни поем вот в том году у нас вышел трек папа называется с группы марсель можете в интернете набрать посмотреть у нас там я считаю что ну песни достойного уровня ну мы ищем себя во всем спектакле в рекламе снимаемся занимаемся благотворительностью поэтому мы считаем что когда человек имеет возможность в массы что-то нести он должен нести что-то правильно он должен мотивировать людей заряжать положительной энергии помогать очень важно потому что твоя ротация через соц сети она большая и этим нужно пользоваться и пользоваться во благо это очень важно но очень прикольно то что вы не скрываете свою цель да и об этом открыто говорите потому что очень много ну так сказать трушных танцоров бибоев до которые в андеграунде как они это говорят и как бы для них коммерция это ну попса там ну как же ты по-разному это называет но тем не менее вот последние телепроекты показывают обратно что все же многие передумали идут на теле я тебе так скажу кто говорит что деньги не на первом месте там или он лукавит все люди лукавят не они не должны быть на первом месте но это жизненно необходимость от которой зависит конечно конечно это это постулат от которую нельзя одну от отрекаться и собственно говоря вот прямо один еще интересно меня вопрос был по поводу вашего шоу вот сейчас мы разговорились как вообще пришла идея делать световое шоу очень просто посмотрели видео майкл джексона 89 год он в бухаресте концерт у него был в румынии он там на сцене в темноте танцевал со скелетами ну то есть он пел и танцевали скелеты они светились это 89 год эту запись мы в интернете увидели и мы жили в москве четыре года выступали с михалом николаевичем задорным и когда посмотрел это видео говорю парня чтобы как эта темнота делается давайте узнаем позвонились световику нашему другу и сказали как это может быть он новый когда в клуб заходите у вас зубы светятся и глаза это неон ультрафиолет мы говорим а точно и все мы не стали брать героев скелетов потому что это отрицательная энергия и мы шили такой сначала мы пробовали рубашки какие-то кофты и потом шили такой простой обычный костюм и танцевали с этим героем в темноте в белый а потом один раз через год где-то мне ночью приснился персонаж и представь во сне красный что вот этот белый который светит должен биться должен биться с красным добро и зло я просыпаюсь в набираю ватсап по парням грюблин чтобы не забыть в чате говорю запишите себе вечером на собрании у меня идея нужно вести другого персонажа отрицательно у них должна быть борьба и все это рассказал мы поехали набрали ткани разных цветов приехали включили ультрафиолет начали подбирать как-то светится и начали придумывать вот с каждым годом он у нас все модернизировался становился лучше и вот с этим номером мы в британии выстрелили хотя мы вообще не предполагали мы в россии танцевали на рэн тиви на нтв на стс этот номер показывали но почему-то в россии как-то прикольно и все в британии только он выходит и мы просыпаемся вчера был эфир миллион просмотров на следующий два три четыре и вы такие невероятные у меня начинаются звонки начинают звонить со всех каналов со всех каналов я прям список составлял только первый канал не звонил я уже по нам говорю сайте мус тв нтв россия там какие только нет мир все каналы обратились и потом гачу пир это не звонит проходит где-то месяц полтора мы едем на финал в англию из первый канал звонит мы хотим снять про вас большой репортаж наши журналисты живут в лондоне они приедут прям снимут вас не у нас эта запись сессия можно найти не помню в прайм-тайм воскресенье на первом канале там целых там 6 минут уделили нашей команде рассказали что ребята из сибири покорили великобританию представили россию на международном уровне единственный русский в общем я даже уже вдохновился сейчас от этих разговоров нас время поджимает и пользуясь случаем наверное очень год классно если вы сможете сказать пару слов вот сюда замотивировать всех ребят которые будут смотреть и которые сейчас пойдут на мастер-класс чтобы они занимались и что в общем то все просто даже с ограниченными возможностями живя где-то далеко в глубинке ты можешь добиться как сегодня и бот тема мастер-класса мирового уровня и мирового признания да ребят чтобы мы хотели вам от команды люди вместе с миктиханом пожелать держите только положительные мысли внутри ставьте себе цели идите к ним не откладывайте никогда на потом поверьте мечта работает так если вы поставили себе цель ну я начну через месяц вот так она и работает нужно говорить себе я начну сейчас идти к этому не сдаваться вот миктихан тому живой пример парень родился с ограниченными возможностями самого детства сегодня он выступает на одной сцене крепкий здоровый парень и еще удивляет нас спортсменов поэтому ведите здоровый образ жизни обязательно слушайтесь родители верьте в чудеса они случаются идите к своим целям занимайтесь здоровым образом жизни не пейте не курите только спорт все спасибо тебе или а что пригласил да да но это Продолжение следует...